Учебные кабинеты особым образом... Директор знает, как будет выглядеть каждый уголок в этой школе. Вместе с коллегами и учениками разрабатывали дизайн кабинетов и коридоров. В этом году Переваловская школа отмечает 40-летний юбилей. Капитального ремонта здесь не было никогда. Алла Николаевна на стройке практически каждый день и словно прораб рассказывает про все детали. Здесь прокладываются новые инженерные системы. Они уже на сегодняшний момент на 90% все смонтированы. Увеличится столовое количество мест на 20 человек. То есть вместо 80 будем садить 100 человек. Реконструкция актового зала позволит нам тоже вместить больше, не 60, а 80 человек. Появятся новые кабинеты. Все по последнему слову техники. Интерактивные доски, современная библиотека, но самое главное – теплое и уютное здание. Облик у него уже преобразился. Новый учебный год дети ждут с нетерпением. Пока они учатся в соседней деревне, каждый день их туда привозят автобусы. Но за ремонтом своей школы пристально следят. Вокруг я вижу, что там уже футболь на поле делается. Обязательно, чтобы был стадион. Внутри, чтобы раздевалки желательно были с дверями и с ключами. В этом году в Тюменском районе капитально отремонтируют два корпуса детского сада и три сельских школы, в том числе в Кулакова. Благодаря капитальному ремонту здание Кулаковской средней школы внутри удалось преобразовать. Появились дополнительные, что немаловажно, отдельные кабинеты физики, химии, информатики с своими лаборантскими. Ну и, конечно, будет действовать отдельный кабинет логопеда-психолога. Мы каждый класс хотим обеспечить обязательно интерактивным оборудованием. Это уже требование времени. То есть это будут интерактивные доски, это будут интерактивные проекторы. Помимо этого, все пространства образовательные мы тоже хотим сделать интерактивными. То есть если даже это будет настенная игра, она тоже будет предполагать интерактив. Все капитальные работы строители обещают закончить к августу. А в сентябре ученики отпразднуют новоселье. Екатерина Кальченко, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.